Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 мы прочитаем сегодня несколько стихов точнее 4 с 37 по 40 са татра дарше вишвам джагат стасну чам хам дишам садхидвипадхи бхуголам у кого есть телефон или книга можете втурить такие слова савай агнидву таракам джотиш чакрам джалам те джо набхасван вияд ивача вайкарика ниндрияне мано матра кунас троя и тат вичитрам сахадживакала слабхава кармашая линга беда сунос танав викшья видаритаси враджам сахатманам хавапам шангам сататра дарше вишвам джагат стасну чакхам дишам садхидвипадхи бхуголам савай агнидутаракам джотиш чакрам джалам те джо набхасван вияд ивача вайкарика ниндрияне мано матра кунас троя и тат вичитрам сахадживакала слабхава кармашая линга бедам сунос танав викшья видаритаси враджам сахатманам авапашангам пословный перевод са ана матушка яшода там татра там в широко открытом рту кришны дадрше увидела вишвам всю вселенную джагат двигающиеся существа стасну неподвижные существа ча и кам небо диша стороны горизонта са адри с горами двипа с островами абдхи с океанами бхуголам поверхность земли с дующим ветром огни с огнем инду с луной таракам звезды джатих чакрам планетная система джалам воду тэйджа свет набхасван космос вияд небо эва поистине ча и вайкари вайкари кани творение осуществляемое путем трансформации аханкары индрияне чувства мана ум матра чувственное восприятие гунаа гунаатрая три материальных качества саттва раджас и тамас эйтат все эти вичитрам всевозможное саха вместе дживакала с продолжительностью жизни всех живых существ свабхава с природным инсинктом карма ашая с результатами деятельности и желанием материальных наслаждений лингабхеда разнообразие тел соответствующих желаниям сонохтанау в теле сына векшья увидев видарита видарита асе в широко открытом рту в рааджам в риндаванадхама обитель махараджинанды саха адманам вместе с самой собою Авапа пришла в шангам в сомнение и удивление. В сомнении и удивлении. Переводы и комментарии. Я в божественной милости Шри Шримада. Чеба кидан ты с вами шел праупады ки джа. Когда Кришна по воле Матушки Яшоды широко открыл рот, она увидела у него во рту вседвижущиеся и неподвижные существа, космическое пространство и все стороны горизонта, вместе с горами, океанами, островами, поверхностью Земли, реющим над ней ветром с огнем, луной и звездами. Она увидела планетные системы, воду, свет, воздух, небо и творения, осуществляемые преобразованием ханкары. Она увидела там чувства, ум, чувственное восприятие и три качества – благость, страсть и невежество. Она увидела время, отведенное живым существам, увидела природный инстинкт и последствия кармы, а также желания и разнообразные тела, двигающиеся и неподвижные. Когда Яшода Мата увидела все эти начала мироздания, в том числе саму себя и Вриндауна Дхаму, у нее возникли сомнения и опасения относительно природы ее сына. Все космические проявления, состоящие из грубых и тонких начал, а также средства их возбуждения, то есть три гуны – живое существо, создание, поддержание, уничтожение и все, что происходит в царстве внешней энергии Господа, все это берет начало от Верховной Личности Бога – Гувинды. Всем управляет Верховная Личность Бога, это подтверждается в Багове Гитте 9.10. Майдхекшена прокрити, совятеса, чара, чарам. Все в материальной природе прокрити действует под его присмотром, поскольку все эти проявления исходят от Говинды, всех можно было бы увидеть у него во рту. Увидев их, матушка Ешода не только изумилась, а испугалась, поскольку испытывала Кришне глубокую материнскую любовь. Ей не верилось, что во рту ее сына могло появиться такое. Однако она видела все это, и потому ее охватил страх и удивление. Также мы прочитаем следующий стих. Матушка Ешода стала спрашивать саму себя, «Что это? Сон или иллюзия, созданная внешней энергией? Это помутился мой рассудок или виной тому какая-то мистическая способность моего ребенка?» Комментарии. Увидев это удивительное явление во рту у своего ребенка, матушка Ешода поначалу подумала, «Уж не сон ли это?» Но затем она стала рассуждать, «Я не сплю, потому что мои глаза открыты. Я реально вижу то, что происходит. Я не сплю». И это не сновидение. Тогда, может быть, это иллюзия, создаваемая Девамайей? «Нет, этого тоже не может быть, потому что показывать мне такие…» «Нет, это тоже не может быть. Зачем полубогам показывать мне такие вещи? Я простая женщина, никак не связанная с богами. Чего ради им насылать на меня Девамайю?» «Это тоже исключено». Затем Ешода стала размышлять, «Не вызвано ли это видение тем, что ее разум помутился?» «Здоровье мое в порядке, я ничем не больна. Почему же у меня должен помутиться рассудок?» «Голова моя в порядке, потому что обычно мысли мои не путаются. Значит, причина этого видения – какая-то мистическая способность моего сына, предсказанная Гаргамуне. Так она пришла к выводу, что причиной видения был ее сын, а не что-то другое». Зачем полубогам показывает мне такие вещи? Зачем полубогам показывает мне такие вещи? Это все, что я жала. джаи харе кришна дорогие предны удивительные стихи мы продолжаем читать удивительные стихи шримад бхагаватам сокровенная суть шримад бхагаватам это десятая песня которую мы сейчас читаем восьмая глава и очередное удивительное деяние господа кришны неописуемое и непостижимое и неподражаемое когда господь показывает вселенную у себя во рту на самом деле этой способностью никто не может прохвастаться живых существ какими бы мы какими бы могущественными они не были будь то творец этой вселенной господь брама и господь шива что же говорить о других полубогах или нас простых смертных поэтому мать ешода будучи обычной матерью но необычной матерью потому что она мать самого господа она играла роль может сказать даже не играла роль она на самом деле была матерью это мы играем роль отца матери знаете на самом деле мы все мы братья сестры все мы дети бога у нас один отец конце концов вот мама ешода она самом деле мать господа потому что господь принимает от нее это служение и не просто принимает он необычайным образом счастлив счастлив общаясь с мамой ешодой и вот эти удивительные игры которые проявляются для всех нас благодаря милости шокодевы сами веса древы правупады они мы должны воспринимать их особым образом это не что-то обыденное это не что-то что мы встречаем в этом мире нет это лилы господа которые происходят вечно и которые всегда происходят в духовном мире это то есть на что если мы будем медитировать это о чем мы будем помнить то это даст возможность оказаться в этом месте рядом с господом духовной мере на головке в арендовании вот и здесь конечно же вот представьте маленький ребенок и у него во рту мама любящая мать видит такое она на самом деле уже была очень перепугана тем что ей сказали господь был рама и другие мальчики пастушки они сказали что кришна ела землю она уже этим было необычайно обеспокоена вот поэтому она схватила крепко кришну потому что она очень боялась за него она понимала что если она будет его ругать он может убежать и она заглянула чтобы убедиться в том что там во рту у него ничего нет крайне мере она этого желала но то что она увидела не вписываться ни в какие рамки это ее необычайным образом удивило и мы можем сделать небольшой экскурс потому что мама ешода увидела вот и она увидела движущиеся неподвижные живые существа все мы знаем что в материальном мире есть это только в кавычках образованные современные ученые говорят что ну как бы живое за то что двигается буквально совсем недавно может быть сто лет назад даже религиозные деятели в кавычках они говорили что душа есть только в теле человека не просто в теле человека теле мужчины вот такие горе ученые к сожалению но бхагаватам нам говорит обратно бхагаватам говорит что живые существа они сарвага они везде они вездесущие и они есть также в движущих телах и в неподвижных неподвижные тела самое простое это деревья деревья они не двигаются они живут на одном месте вот они не ходят но они питаются интересным образом они питаются ногами них рот это ноги вот и также есть множество других неподвижных живых существ такие как камни горы вот и разнообразные также живые существа так камни также живые они также растут просто из-за того что они растут медленно мы очень быстро проживающих свою жизнь не успеваем это увидеть заметить также деревья есть деревья которые живут много тысяч лет красные деревья вот в америке они сейчас немножко их осталось не живут по пять тысяч лет и больше что стоит их жизнь смотрите все ученые сейчас ставят цели жить долго они хотят обманывать нас тем что обещать в будущем вот мы придумаем лекарство придумаем что-то благодаря чему вы сможете в этом теле жить дольше или долго или вечно даже и очень хорошо помнили 20-30 назад как но это было это даже не научная фантастика это было нас серьезная пропаганда средствах массы информации как советском союзе таки на западе что вот-вот мы буквально совсем скоро мы придумаем лекарство придумаем такое средство блок директор мы сможем жить только сколько захотим не будем болеть ничего но почему-то я прожил вот эти 20-30 лет я вижу совершенно обратно люди стали жить меньше жизнь их стала более несчастная и не чаще болеют и страдают почему-то значит кто-то нас обманывает и только баговатам говорить правду смотрите это писание было озвучено записано веса дэвы 5000 лет назад самом деле шримад бхагаватам он вечен шимад бхагаватам это знание это высшее знание это сливки всего знания которые поведаны сейчас такой форме в котором мы сейчас видим этого 12 песен шимад бхагавата также у полу богов есть более развернутой версии шимад бхагаватам включающие миллионы стихов а господь брама он услышал шимад бхагаватам от господа кришны на заре творения которое составляет четыре шлоки четверо шлока чем от бага поэтому бага там это знание и это не просто знание это знание о душе и о всей полноте что с этим связано то что мы вечные слуги господа мы неотъемлемые его частицы то что мы сейчас находимся в материальном мире есть духовный мир самбанда идея пройдет жена это суть сучи мать бхагаватам вот и живые существа их цель это все-таки постичь господа и вот мы можем постичь господа через первую очередь через его айшвари потому что мы не сможем перешагнуть это мы не сможем перепрыгнуть через понимание могущество господа через понимание его энергии которые действуют здесь рядом с нами в материальном мире поэтому по крайней мере мы должны стараться понять это то что писано всем от бага там это творение это его разнообразной энергии как они взаимодействуют как происходит творение конечно это не простые темы и в принципе их не может понять даже сам господь брама даже сам господь брама который создал этот мир он до конца не понимает как это произошло вот и что дальше дальше мать и шо да не видит во рту маленьком рту господа даже не во рту а его чреве небо и это кхам космическое пространство она видит все космическое пространство ну в какой-то степени мы можем увидеть все космическое пространство когда вечером ночью выходим на улицу мы видим небо мы видим эти мириады звезд удивительных планет и светил которые предстоят нашему взору и мать и шо да это все увидела во рту кришны творение мать и шо да она увидела творение она не просто видела статическую картину которую видим мы она видела непосредственное творение осуществляемое путем трансформации аханкары то она это увидела это непостижимое лично для меня возможно есть преданные которые могут точно есть преданные которые могут это объяснить теоретически по крайней мере этот процесс называется вайкарикани вот и она увидела эго ложное эго который состоит из саттвы раджаса и тамаса вот саттва это полубоги управляющие проявленным миром и ум это непосредственно управление саттвы раджас это эмпирическое знание чувство кармическая деятельность вот и ложное эго в тамасе это объекты чувств есть принципе хорошее описание всего этого в третьей песне бхагава там 35 25 35 29 можно немножко зачитать махататтва или великие причинный принцип трансформируется в ложное эго которое проявляется в трех аспектах причиной следствие и деятельность все эти процессы протекают на уровне ума и в основе их лежат материальные элементы грубое чувство и умозрительные построения ложное эго проявляется в трех разных качествах благости страсти и невежестве и в комментарии к этому стиху можно немножко прочитать потому что это важные вещи в изначальном духовном состоянии бытия живое существо полностью сознает что по своей природе является вечным слугом гос слугой господа все души обладающие таким чистым сознанием являются освобожденными и потому живут вечно в блаженстве и знании на планетах вайкунхах в духовном небе материальный мир создается не для них вечно освобожденным душам которых называют ниттямуктами ничего нечего делать в материальном мире материальное творение предназначено даже для мятежных мятежных душ не желающих подчиняться верховному господу их стремление к иллюзорному господству да над миром носит название ложное эго оно проявляется в трех гунах материальной природы и существует только в уме насколько удивительно ложное эго оно существует только в нашем уме самом деле если мы очистим свое ложное эго при помощи процесса бакхи йоги то тогда оно как бы все эти ханкеры все эти ложные отождествления они отпадут сами собой то тогда проявляется наше истинное эго и в этом истинном эго мы естественным образом обладаем вечным знанием и блаженством и тогда для нас нет уже материальной мира или духовного тогда живое существо оно даже находясь в материальном мире просто от разотождествившись из ложных представлений но служит господу и это служение уже не отлично от служения материальным мире или духовных просто оно Оно может находиться пока временно в материальном мире, но служит оно в своем уме в духовном мире. Их стремление к иллюзорному господству над миром носит название ложного эго. Оно проявляется в трех гуннах материальной природы и существует только в уме. Те, кто находится под влиянием гунны благости, считают каждого человека Богом, потому насмехаются над чистыми преднами, которые стараются заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Гордецы, находящиеся под влиянием гунны страсти, пытаются любыми средствами утвердить свое господство над материальной природой. Некоторые из них занимаются альтруистической деятельностью и меняют себя посланцами неба, призванными облагодетельствовать человечество, осуществляя созревшие в их умах замысли. В самом деле, да, мы, для каждого из нас, в принципе, в этом мире, кто так или иначе связан с людьми, которые живут рядом с ним, вызывают необычайное воодушевление и восхищение те личности, которые помогают другим, у которых есть какие-то большие возможности в этом мире, они богатые, либо они красивые, разумные, у них есть власть и могущество. И когда эти живые существа, они что-то делают для других, тех, кто обделен так или иначе какими-то благами, то это вызывает восхищение и благоговение. Но на самом деле это обусловленность гуни благости. И эти люди, которые думают, что они великие благодетели кого-то, они заблуждаются и находятся под покровом моей иллюзии. Почему? Потому что они только на какое-то незначительное время обладают какими-то возможностями, которые им дал Господь. Потому что Господь обладает ими вечно, всегда, и Он наделяет живых существ на какое-то время этими энергиями. И если живые существа думают, что они благодетели, они заблуждаются, потому что благодетель только один – это Господь. Он обладает всем, и Он владеет всем, что мы видим, что мы не видим, всеми энергиями. И Он является только… Он один является истинным благодетелем. Он друг всех живых существ. Поэтому даже в этом проявляется иллюзия. Поэтому правильно думать, если мы, например, обладаем какими-то качествами, красотой, разумом или какими-то материальными энергиями в виде богатства и возможностей, правильно думать, что мы просто на некоторое время нам дали это в пользование. И мы должны правильным образом воспользоваться этим, делясь этим. Поэтому естественным образом богатый человек, он может стать на самом деле счастливым только… Ну, счастливым в материальном смысле, можно так сказать. Это если он будет делиться богатством, если он будет давать эти необходимые вещи нуждающимся. Если он будет делать это, то в материальном смысле он будет счастлив. Люди не понимают этого. Они думают, что просто больше и больше себе от этого они станут счастливыми. Это невозможно. Вот. Поэтому истинным благодетелем является Господь. И что дальше? Что дальше? Дальше Ишудамата увидела чувства. Пять кармендри – руки, ноги, голос, анус, гениталии и пять генендри. Это уши, язык, глаза, кожа, нос, слух, вкус, зрение, осязание, обвинять. Это все. Эта картина очень похожа на ту картину, которую Арджуна увидел на поле битвы Куркшетра, когда Господь Кришна показал эту вселенскую форму. Вот. И эти олицетворенные чувства, и как это все взаимодействует одно с другим. И ум. Ишудамата увидела ум. Манах. Далее. Три качества. Троя. Три качества материальной природы. Средства. Возбуждение. Начал. Это сатва, раджус и тамас. Вот. Далее она увидела продолжительность жизни Джива Кала. Представьте, она увидела продолжительность жизни всех живых существ. Мы даже не можем представить, как это. Единственная картина, которая в какой-то степени раскрывает, это когда вот в Южной Индии, особенно, когда мы были в паломничестве, там есть храмы. И классическое строение храмов в Южной Индии, это первое, что сразу же выдает, что это храм Господа, это Гопурам. Гопурам – это такие огромные-огромные ворота, которые высотой достигают, бывает, даже более 50 или 100 метров. Огромнейшие ворота. И там одна из самых, там очень красивый барельеф, множество разных скульптур и символических знаков. И так, самая значительная и большая рисунок, можно так сказать, рельеф – это как раз Кала. Вечное время. Вечное время, через которое Господь проявляется в этом мире. И образ этой Кала, это голова, которая с ртом, но у этого рта нет нижней части, нет челюсти. Это просто голова с ртом, который снизу у него нет предела, безграничный. В какой-то степени это можно понять, что это Кала, вечное время. Природный инстинкт. Теперь есть интересные очень, ну, просто материалисты, ученые, они постоянно говорят, тут инстинкты, инстинкты у нас в живых существах заложено. Есть такое слово, и это слово сабхава, наша природа. Это приходи тела в сочетании, разных сочетаний гун. Далее, мама Ишода увидела последствия кармы, желания, материальных наслаждений. Это карма Ашая. Она увидела, как живые существа создают карму, и они же от этой кармы получают результаты. В принципе, это то, что доступно видению каждого из нас, и особенно хорошо это видно. Если мы немножко внимательно наблюдаем, если мы как-то анализируем жизнь, либо мы смотрим за другими, сразу видно, ну, Господь Иисус Христос, Он простую вещь сказал, что посеешь, что и пожнешь. Мы видим, люди, они совершают какие-то действия, они действуют в определенных гунах природы, они действуют определенным образом и не пожинают пролады этой деятельности. Вот, и это все карма. Линго-бьедом. Линго-бьедом – это разнообразие тел, соответствующие желаниям живых существ. И линго-бьедом – это разнообразие тела. Имеется в виду, что есть тонкое тело, есть грубое тело. И вот тонкое тело, тонкое тело, оно порождает грубое. Тонкое тело – это линго-шарира, и грубое тело – спхула-шарира. А бьеды – это разнообразие. Получается, что благодаря… Почему очень важно то, что происходит в нашем сознании? Почему очень важно то, что мы делаем в уме? Что мы думаем? Какие устремления наши, какие желания? Потому что благодаря этой деятельности, именно этой деятельности развивается все остальное. И грубое тело просто отражает то, что происходит в нашем уме. Конечно, вот про пада любил говорить заметную фразу, что то, в каком сознании находится человек, оно отражено на его лице. Это, по-моему, Ченакий Бандит еще говорил. Если у человека сияющее лицо, он улыбается, он счастлив, то это соответствует его внутреннему миру. Да, это не значит, что преданные, счастливые преданные, они как дурочки ходят, всегда смеются. Нет. В этом мире только два вида живых существ абсолютно счастливы. Это парамахамсы и сумасшедшие. Все остальные страдают, к сожалению. И потом, самое интересное, это потрясающий деятельный момент. Мама Яшода увидела в Раджам. В Раджам это Вриндавана Дхаму. И это ее впечатлило больше всего, потому что это очень удивительно. Она увидела сынок, так как в теле сына, в рту, в животе. Она увидела саму себя. На самом деле живое существо, оно не может, это исключено, оно не может увидеть саму себя. Самого себя. Максимум, ну как, мы можем посмотреть в зеркало, и мы можем увидеть это тело. Но самого себя мы не можем увидеть. Мы не можем увидеть себя как душу. Ну так получается, потому что мы, мы есть свое я. И здесь произошло это чудо, удивительное чудо, оно увидело саму себя. Да, далее интересный момент. Мама Яшода начинает анализировать, и она пытается понять, что происходит. Она пытается себе объяснить, что она видит. И она предполагает, она хороший анализ проводит, она говорит, что, ну, возможно, это полубоги какую-то иллюзию напустили, но какой смысл напускать иллюзию на меня, это махамаю. Ну, на самом деле, в принципе, это как бы, это невозможно даже. Потому что чистые предные Господа, такие как Мама Яшода, они всегда находятся под влиянием божественной энергии Господа, Йога Майи. Маха Майя не может на них влиять. Поэтому полубоги, которые представляют внешнюю энергию Господа, они не могут влиять на таких предных. Поэтому это невозможно. И она, в принципе, пришла к правильному заключению. Она пришла к заключению, что это благодаря энергии ее сына, это сам Господь, он проявил эту иллюзию, эту... Ну, это не иллюзия, это, в принципе, реальность. Он проявил эту картину, которую она видела. И все эти вещи, они необычайным образом, они говорят о том, что каждое мгновение в обществе предного, в обществе Господа, такие предные Господа, как Мама Яшода, они и в жизни необычайно интригующие, интересно и увлекательно. И то разнообразнейшее удовлетворение и счастье, которое испытывают, трансцендентное счастье, которое испытывают живые существа, вечные спутники Господа, в служении Господу, оно никаким образом не может сравниться с тем, что происходит здесь в материальном мире. И у меня я как-то был долгое время в такой иллюзии. Я, в принципе, и сейчас в иллюзии нахожусь. Но по поводу того, что описаны эти лилы в Шримад Бхагава, там вот эти все демоны, которых убивал Господь, и вот эти лилы, которые происходили, которые я читал в Кришнабуке, или в Шримад Бхагава, там, я думал, это все, что происходило в Гриндаване. А все остальные дни, ну там, в принципе, то, что описано, это же не так много. Это описаны какие-то, несколько десятков этих демонов, вот, несколько этих лил, которые, в принципе, описаны в каких-то днях. Я думал, все остальные дни, а не обычные дни. Это будний день, знаете? Ничего интересного просто. Есть праздничные дни, есть интересные, увлекательные дни, а есть будние дни. Но на самом деле это просто капли. Это те незначительные капли, которые по милости чистых преданных доступны нам. И они дают представление нам о том, как в духовном мире вечные живые существа, которые в чистом сознании служат Господу, как они разнообразнейшим образом наслаждаются этой расой, расой взаимоотношений с Господом. И она не, понимаете, мы благодаря своему материальному сознанию, пока оно у нас такое, мы думаем, ну, духовный мир – это что-то такое, куда вот здесь я должен чуть-чуть пострадать, здесь нужна аскеза, нужно там принципам следовать, нужно там рано вставать, делать правильные вещи, слушаться старших, прибеживающего духовного учителя. И здесь я немножко, мне нужно как бы собраться, и мне нужно так просто перетерпеть все, что здесь происходит. У нас иногда такая низкая концепция есть. А потом мы думаем, пойдем, по милости Господа, если мы пойдем в духовный мир, то там мы уже будем наслаждаться, уже там не надо будет и джапу читать, не надо будет рано вставать, беспокойство, а какие беспокойства? Никакие беспокойства. Там уже говорится, что нет страданий, и все замечательным образом происходит. Но нет, мы видим здесь, мама Ишода, непосредственная служанка Господа, она испытывает необычайное беспокойство. Но беспокоится она сыне своем, испытывает невероятное блаженство от этих беспокойств и страданий, она, это трансцендентное беспокойство, трансцендентное счастье. И это счастье трансцендентное, оно непостижимо, его невозможно вогнать в какие-то рамки материальной нашей обусловленности. Оно не такое, какое мы можем даже себе попытаться представить. Оно совершенно прекрасное. Каждое мгновение живые существа в духовном мире, они наслаждаются разнообразными отношениями. Это счастье, это страх, это разнообразные эмоции, боль, страдания. Но это пронизано трансцендентным блаженством, потому что это связано с сослужением Господу. Потому что Господь, это единственное, что есть в сознании живых существ в духовном мире. Потому что единственное, чего они хотят, это служить Господу ради его удовлетворения. Даже наши молитвы, когда мы молимся Господу, «Дорогой Господь, пожалуйста, сделай меня счастливым», или более возвышенной молитвы, «Дорогой Господь, будь счастлив от того, что я делаю». Самая совершенная молитва, которая молится в духовном мире и которые постоянно воплощают в жизнь вечные спутники Господа. Они говорят, дорогой Господь, я хочу всегда служить Тебе, чтобы Ты был счастлив. И это суть, и это суть преданного служения. Это то, что мы должны попытаться понять и удержать в своем сознании. К сожалению, время этого мира очень немалимо. Время съедает все. Также время лекции закончилось, можно было бы сказать много об этом. И я очень надеюсь, что мы в своем сознании будем пытаться узнать больше об этом, слушать лекции на протяжении дня, пытаться помнить этих замечательных, удивительных лилов Господа. Благодаря этому мы сможем быть в сознании Кришны, благодаря этому мы сможем продвигаться к этому пути. Возможно, есть у кого-то какое-то дополнение, исправление, может быть вопрос. Короткий один. Вы сказали, что может быть счастлив парамахамса, либо сумасшедший. А чем один от другого отличается? Вопрос в том, что в этом мире материальном может быть счастлив парамахамса, либо парамахамса, либо сумасшедший. В чем отличается? Ну, отличается в том, что сумасшедший он ничего не понимает, он в полной иллюзии, иллюзия в квадрате. Сейчас это происходит. Абсолютное большинство живых существ здесь, ну, не большинство, все находятся в иллюзии. Потому что, попадая в материальный мир, мы сразу же одеваем это тело, скафандр ложного эго, ложных отождествлений. Потому что мы не можем здесь действовать без ложных отождествлений. Это тело материальное, потому что душа спит, на самом деле. И это уже иллюзия. Но иллюзия в квадрате, когда живое существо, оно даже не пытается действовать по законам этого мира. И, вот как, например, сейчас хорошее, скажем так, пример, это интернет. Бывают живые существа, люди, вот я, в частности, тоже долгое время проводил в играх, в компьютерных играх. И вот это иллюзия в квадрате, это иллюзия в иллюзии. Живое существо, оно пытается наслаждаться какими-то вещами, которые видит просто на мониторе. И оно живет этой жизнью, в этом мониторе, в этом пространстве, понимаете? И бывают люди даже просто теряют сознание и умирают от голода, попадая в эту иллюзию. И они пытаются испытывать эти чувства счастья. И они как бы счастливы в какой-то степени. Но если человек со стороны посмотрит, что человек счастлив какими-то компьютерными играми, разве это разум, разве это истинное счастье? И люди, такие люди очень быстро умирают, да. Иллюзия в иллюзии, это очень печально. Поэтому, по крайней мере, нам нужно раз отождествиться с такими внешними, очень грубыми отождествлениями, подняться на уровень гудной благости, понять, что, как здесь все происходит, где, как я, что мне нужно действовать, как мне нужно правильным образом действовать. И тогда, благодаря милости Господа, мы сможем выйти из аханкары, вот этой аханкар ложного эго и вот этой истинной эго, которую мы видим здесь, в Шельмад Бхагата. И парамахамсы, они полностью счастливы, потому что они постоянно находятся в сознании Кришны, они постоянно служат Господу. Это наша цель. Мы к этому стремимся. Если вкратце нам. Спасибо большое. Да, конечно. Я сказал, что самые игры, это «Майк-майк», и буквально вчера в основном интересная новость, что одна из лучших компьютерных программ для сериала Мононирования, как в играх, так и в фильмах, называется «Майк». Дядь! Хорошее дополнение. Одна из самых продвинутых компаний по производству компьютерных игр, она называется «Майк». Харе Кришна, дорогие предные, спасибо большое за терпение. Гранд Тарас, Шельмад Бхагаватам, Ки-джай, Шела Прабхупада, Ки-джай, Нитай Говра Приманан Дея. Харе Кришна. Шельмад Бхагаватам, Ки-джай, Харе Кришна. Продолжение следует...